Продолжаем программу. Мировой суд Кировского района сегодня поставил точку в деле о конфликте врача скорой помощи и отца маленького пациента. Словесная перепалка, которая переросла в драку, произошла из-за отказа бригады медиков надеть бахилы. Историю, наделавшую немало шума не только в местных, но и в федеральных в СМИ, Февнида изучала без малого год. Один попал под уголовное преследование, второй стал фигурантом дела об административном правонарушении. Но привлекать к ответственности за нанесение побоев реаниматолога Семена Кудина в итоге не стали. А вот Никита Агапкин выслушал обвинительный приговор за умышленное причинение доктору легкого вреда здоровью. В ночь с 12 на 13 декабря 2020 старшему сыну Агапкиных стало плохо. Родители вызвали скорую, но пока ждали врачей, смогли самостоятельно стабилизировать состояние ребенка. На пороге глава семьи предложил реанимационной бригаде надеть бахилы, но медики пояснили, что делать этого не обязаны. Они предложили осмотреть мальчика в коридоре или в машине. Однако пока мать будила маленького пациента, между его отцом и врачом произошла словесная перепалка. Я слышу голос врача, который представился реаниматологом. Он очень грубо выразился и резко сказал, да идите вы на, дальше нецензурная лексика, я вообще здесь никого не буду смотреть. Муж после этого произнес фразу, что ты себе позволяешь, скажи имя, фамилию, я на тебя жаловаться буду. Я слышу ответ, для тебя я господин доктор. Дальнейшее развитие конфликта снял медбрат реанимационной бригады. Хозяин квартиры буквально вытолкал несговорчивого медика за дверь. Противоправное поведение потерпевшего судья признала смягчающим вину Агапкина обстоятельством. С одной стороны Кудина в адрес Агапкина были допущены оскорбительные выражения, в том числе и в грубой, нецензурной форме, что обострило сложившуюся между ними конфликтную ситуацию. Судья убрала из приговора и квалифицирующий признак из хулиганских побуждений. Агапкину дали 200 часов обязательных работ. Кроме того, он должен частично компенсировать потерпевшему нравственные страдания. Во всех СМИ до этого говорилось, что я хулиганя, испытывая свое превосходство, напал на белого пушистого врача. В ходе судебных разбирательств, в ходе следствия выяснилось, что все-таки причина в основном это то, что Кудин обзывал меня, то, что вел себя по-хамски, не подобающий врачу. Это самое главное. Я считаю, что это первый шаг к победе. Конечно, я его в ответ оскорбил. И, ну, считаю, возмещение морального беда в размере 50 тысяч рублей, ну, это мало, потому что уроком для человека это не будет. И мы с вами видим, как он радуется и называет это малой победой. Поэтому решением суда я не удовлетворен. Обжаловать приговор намерены обе стороны. Так что Никите Агапкину и Семену Кудину придется снова увидеться в суде. Один попытается добиться оправдательного решения, второй более сурового. От своих принципов ни врач, ни борец за чистоту отступать, похоже, не собираются.